На этих снимках оживает история. Люди, события, архитектура. Галич более века назад. Все это в фотографиях известного художника Михаила Марковича Смодера. Выставка работала во Дворце культуры железнодорожниках в рамках творческого визита галичан в наш город. Более ста уникальных фотографий. Выставка была организована Галичевским отделением краеведческой организации «Костромская старина». Инициаторами выставки выступили галичевские краеведы, любители истории, при поддержке администрации города Галича. Это энтузиасты. Это те, кто сегодня идут тяжелейшей дорогой самостоятельно, потихонечку, при поддержке и департамента культуры, конечно, и при поддержке нашего краеведческого музея. Но все-таки это больше плечи людей. Вы уже слышали из выступления гида. Мы побывали в Москве, наша выставка. Наша выставка ездила за границу. Получился неплохой, даже, можно сказать, хороший фурор. Мы надеемся, что эта выставка будет дальше расти. Тем более, что, вот видите, есть такие данные, что во время, когда находился в заключении Смодор, это были годы репрессий, 37-й год, до 37-го года, в 37-м году его освободили. Он был на строительстве Беломор-канала, где занимался фотографией. Ну и сейчас, конечно, цель, наверное, многих тех, кто создавал эту выставку, найти эти фотографии и тоже выставить их, чтобы все остальные люди могли убедиться еще раз, насколько высокообразованный специалист действительно своего дела Смодор. История города Галича богата значительными событиями и памятными датами. 17 храмов и 5 монастырей украшали старый город. Галич был широко известен и своеобразным бытом горожан – знаменитыми огуречниками, народным костюмом, рыбной слободой. О жизни и судьбе этого уникального заповедного места на берегу Галичевского озера и рассказывают фотографии Михаила Смодора. Его называли фотографом озерного края. Он приехал в Галич в 1906 году и за годы своей жизни стал самым известным фотолетописцем Галича и рыбной слободы. Михаил Маркович запечатлел в фотографиях многие бытовые и жанровые сцены из жизни галичан. А еще он был замечательным фотохудожником. Тому способствовало многолетнее обучение фотографическому делу в Варшаве. По фотографиям Смодора можно составить полную картину жизни города Галича в начале 20 века. Увидеть лица галичан, увидеть, что носили наши предки, какие делали прически, увидеть прекрасные пейзажи и панорамы Галича. Я только сегодня, к своему великому стыду узнал, а может быть это и здорово, что я приехал в Буй и узнал, что Смодор оказывается связан тесно с вашим городом. И очень приятно было узнать, что в вашем музее есть, пусть пока еще небольшая экспозиция, работ его брата, его самого. Это, конечно, прекрасно. Концерт творческих коллективов города Галича назывался «Галич с любовью». Концертную программу подготовили артисты Центра культуры и досуга «Ритм». Свои творческие номера буявлянам подарили хореографический ансамбль «Фортуна», художественный руководитель и балетмейстер-постановщик Наталья Молчанова, балетмейстер Анна Нефедьева, ансамбль русской песни «Медуница», хормейстер Дмитрий Воробьев, солисты вокальной студии «Веснушки». Также свое мастерство показали солисты студии эстрадного пения «Вдохновение», участники студии художественного чтения слова Роман Шиманский и Андрей Сахаров. Их солисты-вокалисты. Хотим, чтобы Буй увидел, как они выступают, поют, танцуют. Это вообще здорово, меняться вот такими, значит, театральными выставками, вернее, выставками художников, выставками фотохудожников, концерты показывать. Вы к нам приезжаете теперь в гости, мы вас будем очень ждать. Удивите вы нас чем-нибудь. Здорово, если мы вас удивили. Поэтому мы за культурное общение наших городов. А я, Буй, тем более, знаю уже давно, как бывший железнодорожник, и очень приятно, что этот красивейший дворец культуры, пока еще железнодорожников, нас встречает и радует своим гостеприимством. Очень здорово, что в последнее время живет и процветает такая традиция. Это совместное посещение городов друг друга. То есть есть дни города Галича в городе Буй, дни города Буй в городе Галича. Это, конечно, здорово, когда жители наших соседних городов, таких близких по духу, таких близких по своей самобыльности, знакомятся с культурой друг друга. И сегодня у нас мероприятие проходит именно в рамках этих визитов. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо Галичанам, что привезли нам такой замечательный концерт, замечательных артистов. Огромное спасибо главе города Сергею Валерьевичу Синицкому за организацию этой поездки. В общем, желаю сегодня всем удовольствия от нашего концерта. Большинство участников концерта – лауреаты и дипломаты международных фестивалей и конкурсов. Имя балетмейстера-постановщика Натальи Молчановой значится в энциклопедии «Лучшие люди России». Все коллективы имеют почетное звание «Народный» или «Образцовый». Теперь древний город у Синего озера ждет в гости боевлян. Творческие межмуниципальные встречи стали уже то при традиции. И как в прошлом году мероприятие подарят двум городам, незабываемые минуты отдыха и общения. Приняли нас исключительно. Я хочу сказать отдельное огромное спасибо Игорю Александровичу, главе вашей администрации, за ту поддержку. Во-первых, это моральная поддержка, оказание помощи в рекламе. Спасибо ему за это. Без его помощи, конечно, в этом концерте было бы состояться намного значительно труднее. Поэтому так, наверное, должно быть. Мы главы, мы должны обмениваться всеми возможностями, какие у нас есть, и помогать друг другу.